Добрый вечер! В Евгении Онегине можно встретить вот какие строки. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет сорок с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Оказывается, слово муха здесь используется не в прямом значении, а для метафоры спиртного. Известна также другая метафора пьяного человека. Под мухой он находится, где слово муха употреблено в этом же смысле. Так что такая вот интересная метафора, игра слов, была известна еще в далеком 18 веке. Что ж, мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Продолжаются пушкинские дни на телеканале Самара ГИС. И вам я тоже, дорогие телезрители, желаю удачи. Вопрос про Пушкина и его произведение для вас прозвучит во втором туре. Держите ухо востро, мы начинаем. А знаете ли вы, что согласно распространенной версии, Александр Пушкин посвятил написанное в 1825 году стихотворение «Я помню чудное мгновение» Анне Керн. Она сейчас появится у вас на экранах. И по невероятному истечению обстоятельств, через 15 лет композитор Глинка положил эти строчки на свою музыку и посвятил романс дочери Анны Керн, Екатерины Керн, в которую был долго влюблен. Вот такие интересные факты. Я сегодня тоже постаралась выдержать образ такого вот пушкинской эпохи. Надеюсь, мне удалось. Ну а в нашей студии сегодня тоже влюбленная парочка. Это Евгений и Инна. И некоторые темы, вопросы сегодня будут посвящены Пушкину. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вопрос у меня такой. Вы как-то так после слова «влюбленная парочка» захихикали. Я что-то неправильно сказала? На самом деле мы просто друзья. Так, ну тут ничего просто не бывает. Ну, просто друзья? Ну, друзья, коллеги вместе работают. Ну, ладно. Что ж теперь. Тогда невлюбленная парочка, но, по крайней мере, дружны они между собой уже 6 лет. Уже 6 лет. Как вы познакомились вообще и как вот так вот случилось, что вы стали общаться, дружить? У вас интересы общие? Ну, на самом деле мы работаем вместе просто. Работаем вместе давно. Ну, вот на протяжении 6 лет, как вы и сказали. Работаем в сети ресторанов. Угу. Так. Так что мы коллеги. Понятно. Вопрос у меня такой вот. Мы сегодня говорим про Пушкина. И у нас в России отмечается масштабная Пушкина. А вот какое-то, допустим, произведение есть знакомое, любимое у вас, Евгений? Знакомое есть. Любимое не могу разграничить. Какое любимое, какое нелюбимое. Знаю. Руслан и Людмил. Угу. Тоже такое эпическое произведение, поэм. Да, да. Ну, в большей степени, знаю, стихотворения какие-то, Александр Сергеевич. Ну, надо было домашнее задание дать, наверное, мне, нашим сегодняшним игрокам подготовить какую-нибудь цитату из какого-нибудь произведения. А вот любимые какие-то занятия, хобби есть по жизни? Что, кроме того, что вы работаете в ресторанном бизнесе, вас привлекает в этой жизни? Ну, каких-то, какого-то определенного хобби нету, но люблю общаться с новыми людьми. Ну, рыбалка, я не знаю, охота, может быть, компьютерные игры, футбол, хоккей, шахматы, шахматы. Ну, вот недавно ходил на рыбалку, на самом деле, да. Вот, поймали. Да, на самом деле нету. Ну, достаточно. Карп и карп? Достаточно. Да, кстати, карп был. Ну, что-то как-то всем в последнее время на карпов везет. Приготовили что-то? Да, конечно. На гриле он очень был вкусный. Так, понятно. Кто сегодня, Викини, за вас болеет? За меня болеют друзья мои. Они сейчас смотрят нас. Будут звонить? Да, так что привет. Отлично. Ну, и все, желаю вам удачи. Спасибо. Переходим к Ине. Инна, ну, Пушкин, наше все или сейчас уже как-то стираются такие границы? Дети не знают Пушкина, как думаете? Нет, я считаю, что Пушкин – это наше все. Вот, это наше прошлое, будущее, в принципе, настоящее будущее. Вот, у него очень много замечательных произведений. Вот, со школьной поры почему-то мне запомнилась «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя». А вот у меня нигде же кружка. Да, про Арину Родионовну. Вот. И как-то даже было так, что я работала библиотекарем, вот, и про Пушкина что-то рассказывала. Сейчас, честно, даже не помню, что. Ну, Пушкин – это стихотворение в основном, многие его знают исключительно. Да, ну, и у него безумно замечательные сказки. Сказки, которые, да, конечно, мы знаем с самого общерождения, даже, наверное, раньше, чем говорить зачастую или читать. Да, и самые замечательные мультфильмы, в принципе, это на его сказках основано. Ну, да, да, да. Чем вы, Инна, занимаетесь, вот, кроме работы? Есть ли любимые какие-то занятия, хобби, увлечения? Очень нравится готовить, но, опять же, не постоянно, это чтобы была какая-то, допустим, бац, и вот что-то вкусное приготовить. Ну, например, что последнее, так вот, на вскидку? Последнее – это было итальянское блюдо каннелони с курочкой. Понятно. Под кисло-сладким соусом. Ну, макаронные изделия и такой недостаточно интересной формы практически, наверное, как макароны по-флотски, только по-итальянски. Да, но нет, это совсем другое, и сами макаронные изделия, они, в принципе, такие из твердых сортов пшеницы, это не макароны по-флотски. Ну, я пыталась объяснить нашим телезрителям, как хотя бы это выглядит. А, что такое каннелони, понятно. Понятно. Ну что, кто за вас сегодня болеет, Инна? За меня сегодня болеет, ну, скажем так, моя мама вторая, мама моего парня. Отлично, так, ну, потом мы с приветами определимся, я надеюсь. Ну что, желаю вам удачи, мы начинаем, приходим в первый тур. Ну что ж, с первой турой все достаточно просто. У нас есть шесть тем, две из которых для вас обязательные. В них всего по пять вопросов. Это Пушкин, конечно же, Пушкин Александр Сергеевич. И, пожалуй, мы, наверное, начнем именно с этих тем, но хотя стоит все огласить. Оглашу, пожалуй. Вот эти самые две темы о Пушкине и сказке Пушкина. Сейчас Инна и Евгений будут бороться, какую же тему они выберут, потому что и сказки вроде простые, так и достаточно вспоминать что-то такое из прошлого, с детства. И о Пушкине мы многое знаем. Ну а теперь пошли темы такие отвлеченные, более-менее нам, современным людям, знакомые. Гардеробная, мне кажется, как модница Инна может это выбрать. Песня о любви, уж я не знаю, кому они придут по душе. С первой строки это нужно будет угадать цитату из известного произведения не только Александра Сергеевича Пушкина. Современная проза и проза, в общем-то, других веков и русская, и зарубежная, но невероятно популярная. И мне кажется, труда тоже не составит, особенно тем, кто много читает. И футбол. Вот. Что, собственно, кто из вас выбирает по Пушкину? Вопрос такой. Я думаю, что стоит уступить даме. Так, дама Инна. Что выбираем? О Пушкине или сказке Пушкина? Сказке Пушкина. Сказке Пушкина. Ну что, сейчас я могу сказать Жене, что он пусть тогда пальчики загибает, когда Инна будет неправильно отвечать. Или она совсем все ответит верно. Поехали, выбираем сказки Пушкина. Желаю удачи. Вопросов пять. Ну, они такие. Некоторые есть с подвохом. Поехали. Сколько же лет рыбачил старик из сказки о рыбаке и рыбке? 30 лет и 3 года. Ох, молодец. Да, жили они в веткой землянке ровно 30 лет и 3 года. Что делали три девицы под окном поздно вечерком? Пряли поздно вечерком. Так, такое, знаете, вспоминается строчка за строчкой. Верно, три девицы под окном пряли поздно вечерком. Мимо какого острова лежал путь в царство Пушкинского царя Салтана? Мимо острова Буяна. В царство знатного Салтана. Так, кто вышел из моря вместе с тремя богатырями? Точнее, тридцатью тремя. Дядька Черномор. Дядька Черномор, помним, помним. Ну и самый простой, наверное, вопрос, который даже знают дети. Повезло сегодня имя, выбрала тему полегче. Какое же дерево Пушкин окольцевал золотой цепью? Дуб зеленый. Дуб золотая цепь на дубе том. Ну все, пять вопросов про Пушкина закончились. Это блестяще, блестяще. Пять баллов. Ну что, Евгений, знаете ли вы про Пушкина все? Ну давайте посмотрим. Ну что, Евгений у нас выбирает тему о Пушкине. Деваться ему некуда, поскольку выбор невелик. Я тоже желаю ему удачи, поскольку есть некоторые вопросы и, в общем-то, и школьные программы, и так, для людей знающих и, в общем-то, литературой увлекающихся. Ой, ну вообще, мне кажется, первый вопрос это очень простой. Как же звали няню великого поэта? Ну, конечно, Арина Родионовна. Между прочим, не многие знают, но фамилия у Арины Родионовны была Яковлева. Двигаемся дальше. Какой же головной убор предпочитал носить Александр Сергеевич? Цилиндр. Цилиндр, да, конечно. Какое время года пробуждало Пушкина к творчеству? Ну, конечно же, осень. А осень какую не помните? Да. Так. На Б. Ну, помню, что на Б. На Б, на Болдинской начинается. На Болдинской осень, верно. Микроминиатюрная книга, изданная в Омске ко дню рождения Пушкина, содержит только эти два письма. Что это за письма? Известные письма, которые вот у Пушкина имеются. Евгений Анегин. А Негин? Да. А что это за письма? Кто там кому писал? Письмо Татьяны и, соответственно, письмо Евгения. Да, молодец. Ну, а с кем же в конце своей жизни стрелялся Пушкин? С Дантесом. С Дантесом. Причем и дуэль эта была инициирована именно самим Пушкиным. Ну, а я так не играю. Они все знают про Пушкина. Действительно, это была такая проверка, так сказать, ваших знаний, разминочка. А теперь начнется такая вот игра уже посерьезнее. Что, опять начинаем с Инны? Конечно. Остались у нас темы гардеробная, с первой строки, песни о любви или футбол. Что выбираем? С первой строки, наверное. С первой строки, вот прям такую сложную тему. Прям сложную? Ну, я не знаю, литературу надо знать хорошо. Есть ли такие познания в литературе? Я предостерегаю, чтобы потом не было мучительно стыдно перед учительницей русского языка литературы. Нет, я, наверное, тогда тему поменяю. Так, вот сбила я, сбила. Ну что, гардеробная с первой строки или песня о любви? Гардеробная. А футбол меня интересует? Нет. Хорошо, выбираем тему гардеробная. Тут 10 вопросов. Поехали, пальцы загибаем, не забываем. Загибаем. Как называется небольшой магазинчик с одеждой суперкласса? Ну вот, мы туда... Бутик? Да, конечно, ходим туда редко, но когда зарплату только получаем. Скажите по-арабски, почетная одежда. Одежда, но ее теперь носят и в больнице, и дома. Почетная одежда и в больнице носят, и дома. Халат. Конечно, халат по-арабски. Кто придумал маленькое черное платье? Пуко Шанель. Название каких штанов произошло от английского слова короткий? Ну, не совсем, конечно, штаны, наверное, это, но от короткого слова короткий. Что за штаны у нас? Бриджи? Нет, это шорты. Шорт. Короткий. Как называется маленькая сумочка для выхода в свет? Кладки. Верно. В столице какой страны носят в Сааре? Индия. Дели, верно. Говорят, в них выросла вся Америка. Именно в этой одежде. Одежда, в которой выросла вся Америка. Ну, самая американская одежда. Что у нас такое вот? Что все, наверное, носят. И у вас даже есть. Джинсы? Да, джинсы. Ну-ка, соберитесь, Инна. Назовите изделие из бумаги, по которому шьют одежду. Ну, вот сначала делают это, а потом уже шьют. Выкройка. Выкройка. Модели в каком платье по традиции недели высокой моды в Париже завершает показ коллекции? Вот она завершает именно это платье традиционно, всегда. На неделе моды. Вот они показали, показали, показали платье. И потом выходит вот она в каком? В каком? В каком? Ну, в каком платье выходит модель? Ее все ждут, особенно девушки. Ну, в свадебном. В свадебном. Не знала. Ну, вот теперь будем знать. Последний вопрос. Для чего в шкаф вешают пучки лаванды? Ну, точно не для приятного запаха, конечно. Для приятного запаха тоже подходит. Вот повесили пучок лаванды, и вот это вот действует очень хорошо. Чтобы моли не было. Чтобы моли не было, верно. Ну, мы справились с десятью вопросами. Молодец. Два промаха. Ну, это хорошо. Два плюс, вернее, восемь плюс пять – это тринадцать. Ну, их, Женя, придется постараться, что выбираем. Мне придется постараться. Песни о любви. Футбол. Собственно, с первой строки. А давайте попробуем песни о любви. Песни о любви. Ну, вот, кстати, один из главных призов у нас сегодня – это сертификатный бесплатный вход на два лица. И бездепозитные караоке в течение всего вечера в шоу в ресторан «The Voice». Я думаю, песню о любви можно будет спеть специально. Ну что, выбираем песню о любви? Да. Ну что ж, Евгений у нас выбирает тему песни о любви. И на коварно загибаем пальцы. Когда он будет ошибаться? Ну, Женя же надеется, что не будет ошибаться. А не спеть ли мне песню о любви? А не выдумать ли новый жанр? Кто поет? Чиж. Далее я называю также статуи с песней, а вы продолжаете. Либо называете исполнителя. Я люблю тебя, это здорово. Носков. Верно. Все не то и все не так, когда твоя девушка больна. Да. Классика, мне кажется, рок-музыки в том числе и поп-музыканты многие спели, знают. Может быть, Агата Кристи? Нет, это группа кино. Нет. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Ну, это Серов. Верно. Ласковая моя, нежная. Руки твои держу, слов не нахожу. Чай вдвоем. Верно. Так. Я верю только в это. Любовь спасет мир. Ну, это Брежнева, по-моему. Брежнева. Прости меня, моя любовь. Вот такая цитата в седьмом вопросе. Прости меня, моя любовь. А, это Зюмфира. Верно. Моя любовь на пятом этаже. Почти где луна. Моя любовь не спит. Спокойного сна. Затрудняюсь. Это бит-квартет-секрет. All you need is love. Love is all you need. С моим, конечно, французским, английским сложно. Что за песня? Известная вообще просто на весь мир, известная группа. Супер-пупер. Ну, вот если бы мотив был, то я бы... All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Как это? Не могу вспомнить. Это песня о любви была написана специально для британского телевидения. А, может быть, это Битлз? Да, конечно, это Битлз. Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли. Все, что ты мне ночью говорил. Группа фабрика. Да, конечно, это группа фабрика. Вот. Два тоже промаха. Вы что ли сговорились? Я вот не могу понять. У нас сколько времени остается до конца программы? Мы их сейчас будем по кругу еще по вопросам как-то пытать? Или все-таки отправим во второй тур бороться за призы? Какой вариант? Да мы можем попробовать. Побороться еще? Конечно. Побороться прям вот так вот. Ну, не побороться, но... Давайте мы сейчас вот с первой строки начнем, пожалуй. Задаю вопрос, задаю цитату, а кто первый отвечает, хотя бы два балла наберет, тот и пройдет у нас второй тур. Итак, есть такое твердое правило. Так начинается первая цитата. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это маленький принц. Верно. Антуан Экзюпери. Вторая у нас вот такая вот цитата. Отчего люди не летают, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Вот когда стоишь на горе, тебя так и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Кому принадлежит этот монолог? Это Островский, Гроза. И известный монолог, который в школе некоторые, между прочим, учителя литературы, я сейчас, Галина Васильевна, к вам обращаюсь, заставляли учить наизусть. Да, нас тоже заставляли. Но это было очень давно. Хорошо, они не знают этого монолог Катерины. Так, пока один ноль. Ой. Счастливые часов не наблюдают. И дым отечества нам сладко приятен. А судьи кто? Или вот кричали женщины «Ура!» и «Воздух чептики» бросали. Или одна из известных цитат этого произведения. «В деревню к тетке в глушь в Саратов». Это вот цитата из произведения Грибоедова, между прочим. Очень, да, знакомый. Как называется? «Горе от ума». Да, «Горе от ума». Ну, он победил. Ну, что тут, собственно, даже… Дунабум говорит. «Горе от ума» Александр Грибоедов. Ну что, таким образом у нас получается, что отправляется во второй тур наш доблестный Евгений. Да, с чем мы его поздравляем. Ну, а Инне мы вручаем сертификат на прекрасную сумму, где можно сделать все, что угодно своим лицом, телом или волосами в клинику косметологии Ольги Селяниной. Вручаем, передаем. Женя, держи. Только себе в кармане положи. Оля, ну, есть одна минуточка буквально кому-то передать привет и поблагодарить, может быть, кому-то признаться в любви на все само. Прямо в камеру. Ну, я передаю привет всем тем ребятам, с которыми я работаю, и вдруг кто-то сейчас меня видит. Вот, большой привет моему любимому человеку Павлу, вот, и его маме, которая из меня болела. Спасибо. Ну, все чудесно. Благодарим за игру. Ну, а мы с вами, друзья, и с Евгением в том числе, встречаемся уже во втором туре. Лукоморье, дуб зеленый. Это, по-моему, оттуда, да? Ну, так было. У него много хороших произведений, на самом деле. Давно не читала, перечитывала. Сказка о рыбаке и рыбке. Руслана Людмила. Ну, все, все люблю произведения Пушкина. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно встал и раб, замыслил я побег в обитель чистую трудов и нежных нег. Руслана Людмила. Хорошие произведения Евгения Онегина. У Пушкина очень много замечательных стихов. Очень много. И поэтому это, ну, самый такой поэт наш. Самый исконно наш русский. Русский самый-самый. Вот из России, из глубины. Ведь из тех веков идет такое все необычное, поэтичное. Капитанская дочка. Ну, просто любимая. Когда благову просвещению развинем более границ. Со временем по расчислению философических таблиц. Лет через сто дороги верно. У нас изменятся безмерно. Шоссе России здесь и тут. Соединив, пересекут. Вот мосты, мосты чугунные через воды шагнут широкой дугой. Раздвинем горы под водой, пророем дерзостные своды. Это, в общем-то, слова и строки больше не поэта-пророка. Сказка о золотом петушке. Лукоморий, дом зеленый. Это он же, по-моему, да? Вот, классный. Наверное, Руслана Людмила. Почему? Ну, во-первых, это связано с детством. Мы все его читали. Я читаю его своим детям. Что ж, наш сегодняшний эфир программы, я знаю, посвящен Пушкину, его творчеству. Ну, и есть у нас, конечно, и в форум-туре для нашего игрока. Его зовут Евгений. Вопрос один про Пушкина. О нем поговорим чуть-чуть попозже про Пушкина, я имею в виду. А вам напоминаю, что у нас на кону розыгрыш билетов в кино. Это, мне кажется, приятно. Накануне выходных-то выиграть и завтра к нам прийти и забрать. Вот, пожалуйста, киномечта. Пригласительный билет. Это, собственно, на два лица. И до первого аж августа действует данный сертификат на любой день, в любой фильм. Дерзайте, друзья. Совсем скоро для вас будет задан вопрос 202.11.22. Евгения у нас здесь. Евгения, а вы вот готовите что-нибудь? Любите готовить? Да, конечно. А что коронное есть? Коронное? Да. Я экспериментирую чаще всего. Что-то такого коронного. Ну, а это сладкое больше или что-то... Ну, больше горячее блюдо. Мясо. Мясо. Да, понятно. Вот они, мужчины. Любят они мясца отведать. Мне кажется, если бы Инна здесь у нас оказалась, она бы, наверное, про десерты сказала что-нибудь, мне кажется, это вот девчонки больше по-сладкому. Хотя не знаем. Ну что, мы во втором туре. Здесь три вопроса. Каждому вопросу есть четыре варианта ответа. Поэтому несложно, можно подумать, с кем-то там внутренним голосом посовещаться и ответить. Поехали? Да. Ну что, наш первый вопрос посвящается Александру Пушкину. Ну, казалось бы, вот просто матчасть. Как начинается пушкинская сказка о рыбаке и рыбке? Жили-были старик со старухой. Это первый вариант. Жили-были дед да баба. В. Жил старик со своей старухой. Или у моря, у синего моря, где волны шумят на просторе. Это точно первый вариант. Жили-были старик со старухой. То есть вообще без вариантов. Без вариантов. А как дальше? Жили-были старик со старухой. Это уже второй вопрос? Нет. Это все первый. Жили-были старик со старухой. А дальше? У самого синего моря. Так. Если не ошибаюсь. А то есть вариант жил старик со своей старухой не подходит. Почему? Он не может жить со своей старухой. Вы меня вводите в заблуждение. Я ввожу в заблуждение. Это не просто так, давайте думайте, Евгений Это первый вариант, я окончательно Подумайте, я настоятельно рекомендую Я пока задам вопрос нашим телезрителям Друзья мои, внимание на экран Что же представляли собой Ядрышки орехов, которые грызла белочка Из такой вот очень известной сказки Александра Сергеевича Пушкина Белка песенки поет, да орешки все грызет Орешки непростые, все скорлопки золотые А что там дальше было и что внутри Звоните, билеты ваши, 202-11-22 Ну так что там жил-то со старухой У самого синего моря А можно еще раз варианты То есть у моря, у синего моря, где волны шумят на просторе Не вариант Нет Хорошо, жили-были дед да баба у самого синего моря Нет Это же сказка Нет А какая сказка могла так начинаться, жили-были дед да баба Курочка-ряба, по-моему, так называется Возможно Так, и два варианта, которые, видимо, Женя смущает очень Первый, жили-были старик со старухой И один вариант Жил старик со своей старухой Так что выбираем Первый вариант Жили-были старик со старухой Подождите еще раз А, запутала, запутала Жили-были старик со старухой Так Запомнили, да? А второй вариант отличается, что он со своей старухой жил старик Это первый вариант Первый Жили-были старик со старухой Ну что ж, давайте мы узнаем Правильно ли ответил Евгений И примем телефонный звонок Алло Алло Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей Сергей Очень приятно Ну что, отвечайте на вопрос Что же было внутри орехов Белочкиных? Орешки не простые Все скорлупки золотые Ядра чистый изумруд А дальше? Слуги Белку стерегут Конечно, изумрудные Никакие-то там не бриллиантовые Не кирпичные Никакие Изумрудные Верно Вы получаете вот эти два билета На как раз-таки Любой кинофильм В кинотеатре Киномечта Ну что ж, мы продолжаем Про старика тут со старухой Что-то как-то мы прям затянули Жили-были Старик со старухой Или жил старик со своей старухой Жили-были старик со старухой Это окончательный Это окончательный Окончательный вариант Ответа номер один Буквой А Выбирает Евгений Это неправильный ответ Это неправильный ответ Нет Жил старик Со своей старухой У самого синего моря Они жили в ветхой землянке Ровно 30 лет и 2 года Я почему-то был уверен Что это первый вариант Но Пушкин, видимо, может быть Сомневался тоже Вот Думал, рисовал на полях Ну ладно, двигаемся дальше В то время поджимает Ну, вы, человек у нас, оказывается В кулинарии подкованный Вопрос второй не составит Никакого труда Из какого теста готовят эклеры? Слоеное, дрожжевое, песочное или заварное? Заварное, конечно Как будто я что-то говорю такое Я уже даже перечитал Думаю, может, что-то не так сказала Слоеное, дрожжевое, песочное или заварное? Заварное А что такое вообще заварное тесто? Это что-то такое специальное? Если честно, вот я не силен в тесте Не по выпечке, да? Да, не по выпечке Но заварное Но заварное Эклеры точно заварное Ну что, я тут даже не могу поспорить Его не приупредишь Он где-то на подсознании Это действительно правильный ответ Французский десерт в виде продолговатого пирожка Из заварного теста с кремом Как правило, тоже заварный Ну ладно Вы водите, Жень? Да У вас есть автомобиль, да? Да Какое из этих транспортных средств следует обходить спереди? Автобус, трамвай, троллейбус или такси Вспоминаем школьную программу И правила дорожного движения Да, конечно Вот сейчас, друзья мои Кто выдавал права ему? Смотрите на него Какое из транспортных средств следует обходить спереди? Автобус, трамвай, троллейбус или такси? Мне кажется, что это трамвай То есть трамвай обходим спереди почему вот почему не знаю но вот автоматически на страницу автобус где обходим сзади ну что выбираем автобус трамвай троллейбус или такси выберем трамвай трамвай ну что тут как бы наверно пытается больше человек не стоит со школе мне кажется скамье многие помнят правило обходите автобус и троллейбус сзади а трамвай спереди об этом помните ребятушки потому что это важно при обходе автобуса сзади вы видите все едущие за ним автомобили и какие-то транспортные средства ну а соответственно если обходите трамвай спереди можете увидеть что там едет навстречу ну что уже не два правильных ответа для попытки отгадать где же спрятан супер приз это мы выясним уже в супер несомненно этот музыкант является самым знаменитым детским композитором страны мелодия для спектаклей песни для мультфильмов одна пластилиновая ворона чего стоит и даже с нынешним международным днем защиты детей он предпочел поздравить их лично о том за что он был удостоен престижного российского гиннесса и о какой неосуществленной мечте сожалеет находясь в самаре в эксклюзивной беседе расскажет заслуженный деятель искусств россии григорий глотков смотрите программу город с пятницу 7 июня в 19.30 я помню чудное мгновение сейчас это самое чудное мгновение доступен наступит для нашего игрока евгений будет угадывать за каким же из шести полей спрятан наш супер приз и отправится он шоу ресторан за его спеть караоке с кем-то из своих друзей может быть прекрасной дамы и может быть так сам по себе на два места сядет и будет весь вечер бездепозитно петь и что не вкусно есть жень куда как говорится стреляем какую цифру давайте шесть а что это мы так пошли с конца то есть не единичка не двоечка мне кажется это удачная цифра почему это я прям такая задумалась мне так кажется не знаю ну то есть прямо шесть и никакие другие больше варианты давайте шесть ну давайте шесть у нас конце концов две попытки если неправильно отгадает то будет у него еще одна попытка это важно потому что ну я слышал аплодисменты и жених слышит и вы их слышите вот и так вот почему шесть потому что 100 июня день рождения великого русского поэта жень поздравляю тебя желательно приятно провести время спасибо что пришел ну а вы друзья мои записывайтесь на участие каждый будний день по телефону 202 11 22 приятных выходных хорошей пятницы берегите себя готова Субтитры создавал DimaTorzok